Друзья, ну что, всем привет. Сегодня у нас очередной, это даже не подкаст, это влог. Это влог, потому что не так давно мы решили провести стратегическую сессию с моей компанией. Для тех, кто не знает, у меня группа компаний, связанная с доставкой товаров из Китая, с фулфилментом, с обучающими курсами по маркетплейсам. И так вышло, что у нас работает 120 человек. И недавно мы выделили топ-менеджмент, полетели все в Москву и провели потрясающую стратегическую сессию, познакомились друг с другом, потому что компания у нас дистанционная, и составили стратегию на ближайший год. И помог нам в этом один очень сильный человек, который умеет выстраивать крутую систему в бизнесах. И именно сегодня я пригласил его к нам в гостя. И именно сегодня у нас будет формат влога плюс подкаста. Артур Чабану, большое спасибо, что пришел. Привет. Ну что, друзья, первый день стратегической сессии. Мы приехали в Болотов-дач, это прекрасное место, где природа. В этом году мы решились стратегическую сессию провести на природе, на свежем воздухе, с командой топ-менеджмента для того, чтобы составить стратегию до конца года и на следующий год, что мы будем делать в нашем бизнесе. Вот, тут у нас это общий дом, тут у нас проходят завтраки, вот это вот все. И еще у нас есть много частных домиков, где каждый живет по парочкам. Задача этой стратегии, как я и сказал, поставить план, составить стратегию, сплотить команду. Поехали. Чуть представлюсь, меня зовут Артур Чабану, являюсь предпринимателем с 2017 года. Вот, у нас группа компаний, стратегический консалтный, управленческий учет, руководительский учет, IT-сервисы делаем, я знаю, что вы тоже делаете IT-сервис. У нас сервис по рейд-и-я, сервис бесконтактных заправок. Вот, и сейчас уже с этого года учредитель торговой компании на Marketplace. Слушай, сегодня я бы хотел, даже, знаешь, это наш с тобой будет такой диалог, где через призму, наверное, нашего холдинга мы дадим пользу ребятам, да, кто ведет сейчас бизнес, кто только выстраивает систему, кто вообще не знает, что такое система и так далее. Вот, если ты не против, раскроем так. И также про самых сильных людей, про сотрудников, как их нанимать, как их увольнять, если что, как понять, что их надо уволить. Добро? Давай, да. Я предлагаю через призму того, что у нас с тобой случилось, и через призму там моего опыта, чтобы это был действительно практический диалог. Да, да, да. То есть не просто теория, а реальные кейсы, реальные случаи. Вообще супер. Но для начала чуть-чуть предыстория, да, про систему. Вот слово «система», она пугает, и меня напугает в том числе, потому что я, как всегда и говорил, я максимальный распиздяй в бизнесе. Я всегда, наш бизнес всегда рос из хаоса. И в какой-то момент любой предприниматель, который растет из хаоса, понимает, что нужна система. Но система пугает, потому что построить систему человеку, который сам хаос, невозможно. Для этого нужны системные люди, их нужно искать, их нужно выявлять, их нужно растить. Поэтому как выстроить систему молодым ребятам, предпринимателям, которые только начали свой путь? Вот прикольно, что в твоем вопросе уже и ответ практически был. Потому что система действительно, она пугает. И слово «система» очень такое опасное, опасное для многих. И когда ты говоришь «система», многие пугаются, а многие там скуку начинают ловить. Но и пытаешься понять, а кто системный? Зал сидит, кто системный? Там два-три человека поднимают руку, что он системный. Но на самом деле каждый человек системный. И система – это окружение наше вообще в целом в мире. Вот ты же чистишь по утрам зубы каждое утро. Ну да, вроде бы. То есть ты уже системный. То есть ты, система, систематически чистишь зубы. И системно мы заезжаем на заправку, когда заканчивается бак. И тут вопрос, скорее всего, тех, кто боится систему, не в самой системе, а в том, что не знают инструментов, а как сделать так, чтобы достигнуть цели. Ведь слово «система» – это совокупность оптимальных действий для достижения результата. Это важно понимать. То есть мы, чтобы зубы наши не выпали, мы должны каждое утро их чистить. Просто-просто. Просто регулярность. Чтобы не остановиться на светофоре, ты должен просто взять и поехать на заправку, когда загорелась лампочка. Система – система. И в бизнесе также есть ряд систем, которые позволяют достигнуть результат. Очень важно понимать два слова. Оптимальный процесс, который позволяет достигнуть результат. То есть с наименьшими затратами ресурсов ты получаешь нужный тебе результат. Что у нас и было с тобой на стратегической сессии. То есть наша задача вообще была за два дня разобрать четыре направления твоего холдинга, где мы смогли определить цели, поставить задачи. И в хаосе это было бы невозможно. И помнишь, когда у нас был момент, я не знаю, это ты заснял, не заснял, когда мы отменили мячик, когда мы отменили ряд правил, а просто собрались, и ты уже не выдержал, ты уже, так, ребят, давайте вернем. Вот. И я специально этот момент сделал, чтобы это было прочувствовано всей командой. Когда мы работаем в системе, когда мы работаем не в системе. Потому что с одним и тем же коллективом, с одной и той же командой можно заметить, как по-разному идет эффективность достижения цели. Когда ты работаешь в системе, и когда ты не в системе. Цель этой стратегической сессии, я обозначил план до конца года. И для меня самое важное, что тут сейчас собраны люди, либо руководители, либо люди, которые могут стать руководителями, либо люди, которых я очень сильно хотел видеть, потому что я видел, что это перспективные люди. Очень важно собрать единомышленников. Очень важно собрать единомышленников и продать им смыслы. То есть если мы хотим результат, очень важно продать смысл, а зачем он нам нужен. И тогда уже все те инструменты, системы, которые мы внедряем, они позволят достигнуть результат. И вот сейчас это и делается. Смысл есть. Как зарядить команду на то, чтобы они хотели выполнить эту цель? Как мне зарядить людей? Вот у нас там 120 человек, да? Ты же заряжаешь. Я не могу там на все 120 человек собрать. Ну, в целом могу, но это будет не так эффективно. Собрать их зум и сказать, ребята, эхей, вперед. Я заряжаю только топ-менеджмент. Как заразить этой целью всю команду, весь холдинг? Очень важно, чтобы каждый сотрудник ходил не работать на вас, а работать с вами. Это вообще ключевое. У нас каждый год в декабре месяце сотрудники все пишут эссе. Там есть ряд вопросов, 8 вопросов, которые сейчас у вас на экране. Мы эти 8 вопросов просто передаем сотруднику, и он в свободной форме пишет эссе. Эссе, о чем он думает, кто он через год, какие у него цели. То есть он начинает задумываться о своих целях, о том, кем он хочет стать, сколько он хочет получать, что ему мешает для достижения этой цели. И по выходу этого отчета мы составляем индивидуальную программу развития. А давай сразу пример. Тогда какой-нибудь практический. Вот как это повлияло на какой-то результат вашей компании. Давай, пример приведу. Давай. У нас человек работает 5 лет. За 5 лет он все 5 лет писал эссе. И каждый год у него было в эссе написано «Я хочу быть консультантом классным». И весь год ему выстраивалась индивидуальная программа развития, исходя из его эссе. И он приходил на работу не работать, а достигать своих целей. То есть это такой момент, когда мячатся две цели. Цели компании и цели сотрудника. То есть и он уже чувствует, что он работает не на нас, а с нами. И это действительно правда. Соответственно, вот Влад Грицун, мы его возьмем, он пришел младшим консультантом. Потом он захотел стать классным консультантом, бизнес-консультантом. Он через год стал бизнес-консультантом. Потом он стал руководителем проекта. Потом он стал директором по развитию. Сейчас он генеральный директор группы компаний. В последнем эссе у него было, что он хочет открыть, не открыть, а быть партнером. И, соответственно, мы сейчас рассматриваем вход его в партнерство. Вот, по консалтинговой компании. Другой пример. Один сотрудник написал, что он хочет открыть свою бухгалтерскую компанию. И сейчас это партнер наш, Ирина Леонидовна, где мы открыли совместно бухгалтерскую компанию и управленческий учет. Вот, соответственно, компания уже три года работает. То есть вот эта индивидуальная программа развития, она позволяет не терять классных сотрудников, зажигать их, наполнять их смыслами, и чтобы они работали не на работе, а они работали на себя. И вот это вот ключевое. Прикольно. Еще мне, знаешь, понравилась техника про цели, про синий шарик. Давай вот эту тему раскроем. Я не знаю, сколько из него камера, но я помню, что для меня это было неким инсайтом. Давай, да, вот здесь у нас сидят, люди смотрят, и я предлагаю поставить людям на паузу после того, как я скажу слово «синий шарик». Вот. Сейчас вы поставили на паузу, да, и вот скажите, пожалуйста, вот что первое вам в голову пришло? Напишите это в комментариях. Напишите, пожалуйста, вот все, что первое в голову пришло, напишите прямо под этом видео в комментарии, какого размера, из какого материала, где он находится, этот синий шарик. И вот тоже задание мы дали на стратегической сессии, когда мы цель, да, мы поставили цель, я сейчас не вспомню, какую есть у нас. Два миллиарда, по-моему, или миллиард, что-то такое. Что-то мы какую-то цель поставили, вот, и я задаю, да, вопрос, все ли понимают одинаково, все кивают, конечно, это же понятно. И потом мы начинаем задавать вопрос, да, представьте синий шарик, и каждый начинает по очереди говорить, что он представил. Что у тебя тогда было? Как из фильма «Оно», только вместо красного-синий, вот этот летящий вверх. Да, у кого-то был пластмассовый маленький, у кого-то бильярдный, у меня вообще игрушка, когда я первый раз играл, елочная, вот, и у кого-то планета-земля, ну, там смешные, самое смешное, что было, это кляп во рту, знаешь, да, вот такой вот синий шарик люди представляли, по-разному. И это о чем говорит? Мы же говорим о синем шарике. И получается то, что, если мы синий шарик по-разному воспринимаем, то как мы, да, друг друга понимаем. И очень важно, чтобы в команде единогласно понимали, да, ту или иную задачу, ту или иную цель. И на стратсессии как раз мы с тобой и делали, что синхронизировали людей, чтобы вот в критериях результативности задачи мы одинаково понимали, о чем мы говорим. Это ключевое вообще в команде. Пример, пример с нашей, когда я был HR, работал HR, старом приходил, ко мне пришел управляющий заведение и говорит, Артур, я попросил холодильник убрать вот кальянчика. Знаешь, что он сделал? Он взял и они увезли его на склад с завхозом. Говорит, надо же быть таким дебилом. И это вопрос про синий шарик. То есть он попросил его помыть, а человек услышал убрать, для него убрать это отвезти его, все убрать. И это вопрос про синий шарик. Поэтому очень важно, чтобы в вашей команде, это сейчас вот к нашим зрителям обращение, у вас в команде был единый синий шарик, вы одинаково друг друга понимали, особенно по каким-то важным целям, важным задачам и куда мы идем. Сейчас каждый идет на работу, чтобы еще и развиваться. Об тебя, вместе с тобой и вот правильно уметь объяснять, доносить цели, вот этот синий шарик для меня стал крутым инсайтом и я такой коррелирую, это у меня с личной жизнью очень сильно. Часто мы думаем, что виноваты сотрудники, на самом деле виноват руководитель, что неправильно донес синим шариком. Если у вас есть сотрудники, можно ее по простой матрице определить, вот когда стоит прощаться с сотрудником, когда стоит его повышать, а когда усложнять задачи, а когда вообще прям вот в скором времени прощаться. Вот по оси Y мы видим хочет, по оси X может. И вот бывают сотрудники, они хотят, но не могут. Ну вот очень он хочет, у него есть желание, он говорит, Дим, я готов фигачить, я готов ночь не спать, я хочу стать классным руководителем, поставь меня, пожалуйста, руководителем, дай мне больше задач. Но ты понимаешь, что он не может, то есть у него классная вовлеченность, классное желание, но результаты его на этой должности, например, руководитель какой-то, руководитель отдела продаж, результаты слабые. Вот что с этим сотрудником мы ему должны делать? Обучать. Обучать, правильно. Этого сотрудника мы можем взять и обучать. Второй случай, когда может, но не хочет. Может, но не хочет. Мы называем это болото, такие сотрудники в болоте сидят. То есть первых мы называем подмастерье, которые хотят, но не могут. Подмастерье, то есть он готов, но ему нужно у кого-то научиться. А второй мы называем болото, то есть они могут, но не хотят. Что с ними нужно делать? Увольнять. Но не сразу. Сначала их нужно мотивировать. То есть, скорее всего, они потеряли мотивацию. Со временем, если они так долго будут сидеть в этом болоте, то они спустятся до не могут, не хотят. Уже мир растет, навыки растут, и они уже будут, ну, уже недостаточно будет их навыков. Есть еще одна категория людей, это и хотят, и могут. Это мастера. И хотят, и могут. То есть, это с горящими глазами суперпрофессионалы. И вот здесь, чтобы они не скатились в болото, часто оттуда скатываются в болото. Необходимо что делать? Усложнять задачи. Необходимо усложнять задачи, потому что этим людям часто уже, ну все, они уже профессионалы, и если они делают одни и те же задачи, они скатываются это в рутину, и получается, они скатываются в болото. Очень важно усложнять задачи тем, кто мастер. То есть, повышать его, давать новую ответственность, открывать с ними филиалы, то есть давать ему постоянно вызовы, потому что они красавчики, они вовлечены, их нужно растить, но если они будут долго находиться там с одними задачами, это превратится им в рутину, они спустятся в болото, и можно упустить их, и они скатятся куда? Не хотят и не могут. Это лузеры. Не хотят и не могут, нужно сразу увольнять. И я часто захожу в компании и вижу, что есть, не знаю, в половине случаев точно есть лузеры. Ну, то есть, сотрудники, которые и не хотят, и не могут, но они сидят такие, это бюджетники, не хочу никого обидеть, но давайте так, бюджетники в старой формации, то есть, сейчас уже у нас бюджетная организация, действительно, там и корпоративная культура появляется, то есть, очень сильно развивается. Ну, вот если мы такой совок представим, где люди сидят, вот эта вот бабушка на почте, которая, что не видишь, там заполняй. Это знаешь, куда бы ты ни пришел, точнее, сколько бы ты ни зарабатывал, придя в налоговую на почту России, ты автоматически кусок говна. Вот да, я понимаю, про счеты, вот бюджетники. Да, но хочется сказать, что сейчас уже лучше, сейчас вот там, это опять же вопрос к системе. Посмотрите, что значит система. Когда не было на почте в налоговой системе, тебя могла бабка обидеть, ты мог с травмой психической уйти. Вот, сейчас ты приходишь в налоговую или еще куда-то, тебе кофе предлагают, тебе предлагают там распечатать. Ты говоришь, я фотографии забыл, если бы раньше тебя обматерили, и ты просто заплакавший вышел. Сейчас тебе говорят, мы за углом будку поставили, вы можете быстро сфотографироваться и сюда прийти. И это вопрос системы. Система контроля, где запись ведется и потом их слушают, контроль качества, как они общаются. То есть, менеджмент внедрили в государственные органы. Я думаю, что не везде, еще не во всех регионах, но там, где вот здесь в Москве я сейчас бывал, я просто удивился. Такой сервис тебе оказывают. Я могу сказать одно, мы с тобой в разные налоговые ходим. Да, да, да. Поэтому, ну, большая страна, еще много предстоит внедрений. Вот, но это, видишь, там, где есть система и там, где нет системы. Ну что, небольшой рум-тур, как мы живем в Болотов-даче. Заходим. Тут у нас получается, что, я живу тут с Артуром, мы спим, как парочка, потому что кровати слишком близко, есть второй этаж, там есть тоже кровать. Я сюда пришел за Рэдбулом, потому что я вообще не спал. Не спал. На, готово выспаться. Так, вот такие тут койки, и вот там есть второй этаж с кроватью. Бля. Называется номер... Называется Барага. Барыга. Барага номер. И тут еще вот такие вот маленькие есть номера. Вот, Монгольд. Там живет тоже кто-то. Топинабур, Артишок, Антоновка и Яблоневый сад. Это все название домов, где живет наша команда. Давай еще затронем теперь такую тему. Как строить команду? Вот как это, команда живого организма, помнишь, да? Как нам выстроить команду таким способом, чтобы отойти от управления? Я просто недавно на эту тему рефлексировал и я понял, что это нереально сделать. Типа, вот если я сейчас поставлю операционного управляющего, мы вчера тоже на эту тему с Тимуром общались, на весь холдинг операционного управляющего группы компаний, то не будет результата такого, которого я хотел бы получить и который я бы сделал, потому что сначала нужно выстроить процессы, а процессы эти выстраиваются бесконечно. Оставить его, чтобы он выстроил эти процессы, у нас был опыт, приходил человек на достаточно хорошую и окладную часть, и мотивационную KPI, и через 3 месяца мы попрощались быстро и стремительно. Как будто нерешаемая задача, да, и ни одна компания не сможет это сделать. Но я думаю, что это теория малых чисел, потому что можно выйти из операционки, только если понимать, что такое операционка. И мы, наверное, опять будем рисовать. Что такое операционка, где она начинается? Вот у вас перед глазами три уровня управления. Вот есть уровень управления стратегией, это высший уровень управления. На этом уровне управления часто SEO, часто сам руководитель, предприниматель, да, ну, часто когда мы основываем бизнес, то мы являемся SEO нашего бизнеса, мы им управляем. Второй уровень управления это тактики, тактический уровень управления. Здесь находится у нас операционный директор, то есть тактическим управлением, то есть вот здесь как раз операционный директор управляет компанией. Тоже часто, когда у нас нет еще много сотрудников, сам собственник является SEO, отвечает за стратегию и отвечает за тактику, отвечает, как мы сейчас будем действовать, исходя из текущей ситуации. Третий уровень управления это контролеры, это уровень, где мы контролируем процессы. Ну, например, руководитель отдела продаж. То есть сейчас Владимир в вашем бизнесе, это руководитель отдела продаж. И четвертый, это уровень, но не управления, а уровень исполнения. Здесь находится линейный персонал. Здесь находятся менеджеры, здесь находятся дизайнеры. Ну, то есть мы сейчас... Такая иерархия компании, как говорится. Да. И вся операционка, она, знаете где? Она начинается на исполнении и заканчивается на контроле. Контроль, исполнение. Вот вся операционка, которую люди все говорят, мы хотим выйти из операционки, невозможно выйти в целом из управления компанией. То есть многие думают, что выйти из операционки, это себя к пальме привязать, ни хрена не делать, не отвечать. Это не выйти из операционки, это выйти из компании. Но тогда зачем вы компании нужны? Это раз. А второе, ну, значит, у вас очень большая компания, вы действительно можете взять и выйти из компании и получать просто дивиденды. Но пока вы хотите развивать компанию, вы, как минимум, села. И на каждом управлении есть свои функции. Но сама операционка, то, что отвлекает и то, что всех триггерит, и то, откуда все хотят выйти, это управление процессами исполнения. Управление процессами исполнения и исполнения этих процессов. То есть если вы сами консультируете клиентов, это операционка. Если вы сами пополняете телефон для своих менеджеров, это контроль исполнителей. Вот здесь вот операционка. То есть если мы говорим, как выстраивать команду и как выходить вот из операционки, это нужно выстроить очень качественно и самому собственнику очень качество процесса исполнения. Ну, например, в нашей компании стратегическая сессия, есть методология. То есть все, я как собственник выстроил, утвердил методологию, продукт, да, и дальше вырастил людей из исполнителей. Либо я мог нанять и обучить этой методологии, проверить, что он знает, проверить, что он понимает, вот, поставить его руководителем проектов. Он руководит консультантами. Все, я как операционный директор смотрю только на цифры этого руководителя. Я смотрю на цифры, которые отвечают за результат его деятельности. То есть у каждого сотрудника есть результат деятельности. Например, у уборщицы результат деятельности какой? Чистый пол. То есть не мыть полы, не стирать тряпку, а чистый пол. Я понимаю, что в моем отделе, допустим, проектов результат — это довольный клиент. НПС. НПС — 10 баллов. То есть стратегическая сессия прошла, десяточка у меня стоит там, ну, или девяточка от 9 до 10, от 90% выше. Если у меня стоит там 80, ну, меньше девятки, я погружаюсь, я вызываю руководителя, говорю, что не так? Давай углубляться в процессы. Почему так получилось? Ну что, провели мы игру, проверили мы сколько, со скольки мы начали? С 10 уже 2 часа. На сколько часов сидим? Еще раз. С 10 до 2, это мы сколько часов сидим? С 10 до 4 часа. 4 часа мы сидим на стратегической сессии, сейчас идем обедать, посмотрим, что нам приготовили. Вот. И я, на самом деле, безумно благодарен Артуру, потому что я отключаю мысли и просто чисто верхний уровень его наблюдаю. Я не думаю о том, что сказать. Я говорю то, что я хочу говорить. И моя задача, наверное, ребят, сделать так, чтобы они объединились сами. И очень круто, что Тур это смог как-то сделать. Я действительно увидел, как разное дело между собой коммуницировали, потому что у нас всякие разные бизнес-юниты, и начали между собой общаться. Да, это классно. И ребята молодцы. Смотря на то, что с разных отделов, да, они объединились с командой и очень друг друга хорошо понимают. Просто им нужно было больше прозрачности, больше коммуникации. Вот. И как показывает, да, что правила, принятые правила помогают этим. Вот когда не было правил людей, ты увидел сразу хаус, да. Поэтому очень важно определиться с ключевыми правилами для команды. И все это повышает уровень коммуникации. Слушай, самый, наверное, ключевой вопрос, тоже на этапе страцессии и в целом работая с людьми, я понял такую вещь. Вот есть сотрудник. Вот это хочу, могу, и вот это вот про графики, которые ты говорил, да. Забавный факт. Я на него смотрю, и я понимаю, что с одной стороны, вот есть у него какой-то, он показывает результат. Там, промежуточный там и так далее. И при этом вот что-то с ним не клеится по работе. Вот. Мне не нравится, например, его отношение к работе, но при этом результат он делает крутой, допустим. Но при этом я думаю, блин, вот если бы я бы его повысил, то есть у меня какая мысль? Мне надо ли его либо повысить, потому что он поэтому там демотивирован, либо его уволить, потому что уже все. Вот эта грань, как понять, на каком этапе? Вот я вот сейчас между там нахожусь, да. Как мне понять, что на этом этапе, наоборот, ему, как ты говоришь, стоит дать больше ответственности, чтобы он за нее взялся и начал реализовывать. И либо наоборот, ну, с ним пора прощаться. А уволить почему ты хочешь? Что тебя не устраивает? Давай так вот. Мы, как собственники, мы почему хотим уволить сотрудника? Ну, конкретно в этом случае. Ну, бывает? Я просто расскажу. Смотрю, харды, харды хорошие, результат от хардов есть, да. Класс. Софты, именно даже софты, которые идут под харды, подходят. Да. Но софты, которые связаны с коммуникацией, с эмпатией и так далее, да, с командой, мне не очень нравится, например, когда человек с командой общается, да, и тому подобное. И ты с ним, ну, про это проговорил, он говорит, да, да, типа окей. Но потом, типа, через, там, месяц-два все к этому обратно скатывается. И тут у меня вопрос. С одной стороны, он делает результат, у него хорошие харды, и с ним можно играть в долгую. По хардам и по результату. С другой стороны, команда демотивируется, возможно, да, и мне не нравится его навык коммуникации, мне не нравится его эмпатичность. Да. Вот Тимур говорил, что сначала смотрим на софты. Мне интересно твое мнение, потому что я в смятении был. Смотри. Это человека все равно уже нет. Согласен. Смотри, мое личное мнение и мой личный опыт, а такой опыт у меня был трижды за всю карьеру. Во всех трех случаях мы увольняли человека, потому что это как отравленный фрукт. То есть он, ну, такой, с плесенью, не знаю. То есть или, знаете, это как ты в пресную воду с аквариумом наливаешь морскую воду. То есть рыбы погибнут. Погибнут рыбы, и весь аквариум твой навернется и заплесневеет просто от того, что ты подливаешь воду для вот этого морского обитателя. Это морской обитатель. Он не уживется в вашей команде. Ну, то есть если все говорят, что с ним некомфортно работать, значит, рано или поздно у вас показатели, а скорее всего, рано, показатели всех сотрудников пойдут вниз. Просто потому, что ему некомфортно. Он будет красавчиком всегда. Он всегда будет красавчиком, потому что он действительно профессионал. И в моем опыте надо избавляться, а собственники боятся избавляться, потому что он классные результаты делает. Но когда ты избавишься от этого сотрудника, во-первых, ты быстро найдешь ему замену. Вот так всегда бывало, потому что ты думаешь, еще кого заменить на него. И во-вторых, у команды всей растут показатели. И получается, от его ухода только выигрывает компания. Показатели растут, хотя ты думал, что на нем держится все. Вот. Это мой опыт, но могу рассказать алгоритм, как правильно это делать. Потому что, ну, как ты его уволишь? Ты что, придешь и скажешь, все, я тебя увольняю? Очень часто люди спрашивают, а за что? Вот. И есть правильный алгоритм увольнения сотрудников, который работает вообще на 100%. Это и увольнение, и дисциплинарная беседа. Вот представь ситуацию, когда тебе сотрудник, ну, вот здесь уже надоел этот сотрудник. И ты хочешь его уволить, ну, действительно, иногда не понимаешь, за что? Или даже понимаешь. Или ты даже понимаешь, за что уволить, потому что увольнять надо сотрудника, когда там 6 недель подряд он не выполняет свои метрики. Это ключевое правило. 6 недель подряд не выполняются метрики, которые зависят от него. Ну, бывает, знаешь, там, лидов нету, а ты такой, что ты не делаешь в продаже? Ну, потому что лидов нету. Это не от него зависит. А вот если от него зависит конверсия, например, из лида в, не знаю, во встречу. Вот. Если шесть недель не выполняется эта ключевая метрика, мы его увольняем. Но как увольнять нужно? Пять пунктов. Первый пункт — это рассказать, какой человек классный. Ну, рассказать, в чем он красавчик. Он же с вами работал. Он же в чем-то красавчик. Ну, например, давай представим, что мне не нравится, что человек опаздывает все время. Ну, то есть он поздно начинает работу. Он постоянно, каждый день опаздывает, приходит на работу не в 9, а в 10. Ну, там в 10, в 10.30 приходит. И это влияет на команду. Команда видит дисциплину. Вот система по одному месту идет. Вот. И я его хваливаю. Говорю, слушай, там Вова, например, ты классный вообще парень. Ты лучше всех продаешь. У тебя действительно планы всегда выполняются. Тобой все довольны. И второй пункт — озвучить проблему. Но есть проблема. Ты постоянно опаздываешь. Ты каждый день опаздываешь. Третий пункт — это обозначить важность этой проблемы в трех плоскостях. В первой плоскости почему важно для меня, как для руководителя. Почему это важно для него, как для сотрудника. И почему это важно для всей компании. Ну, и ты начинаешь рассказывать, почему это вообще плохо. Потому что нам звонят, да, клиенты, не могут дозвониться. Это влияет на репутацию компании. Это важно для компании. Для меня я не могу положиться на тебя и быть в доверии, в спокойствии, что кто-то на работе. Вот. Для тебя важно это. Я не смогу тебе дать рекомендацию, если мы с тобой попрощаемся, что ты классный сотрудник. Ну, найти какую-то важность. Почему это важно. Четвертое — это спросить человека, почему так происходит. Почему так происходит, Вова? И тут несколько есть вариантов ответа. Человек может оправдываться. Да, и пробка. Ну, ты же понимаешь, что пробка. То есть, если человек начинает оправдываться, мы аргументируем. Потому что, скорее всего, там оправдания какие-то, ну, нелогичные. Второй момент человек может сразу признать. И тогда ты переходишь к пятому пункту. После того, как ты обработал возражение, если долго идет обработка возражения, ты его тормозишь, говоришь, слушайте, смотри, я руководитель, меня это не устраивает. Поэтому давай и переходите к пятому этапу получить договоренность. И вот на договоренности вы получаете, давай договоримся так, что если в течение месяца ты хотя бы один раз еще опоздаешь, мы с тобой попрощаемся. Просто договоримся, смотри. Мне просто это не устраивает, да? Давай, да. И часто вы договариваетесь. Ну, тоже два варианта есть. Если человек сразу неадекватно реагирует, да я сейчас готов уйти. Все, супер. Вот вы получили, что хотели, вы попрощались с человеком. Да, прям в моменте. Либо вы обозначаете срок, часто это месяц, вы можете две недели поставить срок и сказать, что в течение месяца хотя бы один раз опоздаешь, мы с тобой попрощаемся. И знаешь, что меня часто спрашивают собственники? А если он ни разу не опоздает? Как я его уволю? Ну, если он ни разу не опоздает, значит, он исправился. И значит, вы получили того сотрудника и ту поведенческую модель от этого эффективного сотрудника, которую хотели. То же самое вот с этим человеком, с которым вы попрощались. Можно было провести такой же диалог, да? Обозначить проблемы. Ну, сказать, мне не нравится, как ты общаешься с сотрудниками. Вот конкретные примеры. Да. Мне не нравится там то-то, то-то, то-то. Вот конкретные примеры. Давай договоримся, что хотя бы раз вот такое будет, желательно еще подписать какой-то документ. Мы с тобой попрощаемся. Все, люди потом уходят. Знаете, почему это важно? Потому что это экологичное прощание. Потому что вы не день в день его уволили, вы дали ему шанс, и он не уйдет на рынок труда и не будет говорить, что его уволили ни за что, что часто и происходит, когда ты уволишь сотрудник. Да мне там вообще неадекватно и просто так уволили. А тут он сам к вам придет, скажет, да, я накосячил, мы договаривались, все, я ухожу. И это вот такое, если вы хотите экологично увольнять, вот так. В договоренностях, в каком случае это получается дисциплинарная беседа? Когда в договоренностях вы не об увольнении договариваетесь, а, например, договариваетесь о штрафах там или каких-то других договоренностях, например, понижение по должности, еще что-то. То есть это дисциплинарная беседа. Поэтому очень важно прибегать к этой беседе тогда, когда вот тут сидит, либо вы уволить хотите сотрудника, либо вы хотите с ним договориться и исправить, искоренить его действия. Классно, что мы наделили всю стратегическую сессию вот этими играми, которые позволили нам определить смыслы, позволили нам понять про команду, позволили нам понять про системность в бизнесе. Вот, то есть помимо самой стратегии, которую мы разработали, вот, да, мы действительно очень классно поработали с командой. И, наверное, и ты понял, кто есть кто в команде, и в целом, да, какие-то уже действия, ну, как сейчас мы видим, что некоторых ты на обучение отправляешь, с некоторыми ты там испытательный период определенный смотришь там и так далее. То есть ты какие-то решения тоже для себя принял. Да, я даже больше скажу, я выписал себе в заметке на iPhone просто весь список, кто был на стратсессе, и также тех, кого не было, это линейка, которую потенциально я вижу либо руководителями, либо что они взрастут и так далее. Я такой думаю, блин, вот хочется уже там через 2-3 года чуть-чуть отойти от там еще нескольких проектов и работать там с одним, с которым интересно, либо вообще во что-то другое уйти, более консервативное, или наоборот, что-то инновационное там в искусственный интеллект войти, и кого можно оставить после себя, как управленцев. Вот кого можно оставить, так же, как Саша, партнер в логистике, кто сейчас такой же человек и как их взрастить. Я понял, что их только взращивать, находить нет. Да. Скорее. Люди уже приходят с установленными своими убеждениями, правилами, со своим успехом, и это неплохо, просто им сложнее будет войти в ваш вайп, нежели классных людей, подмастерья, о которых мы говорили ранее, и которые станут руководителем просто потому, что хотят. Вот. И, а чтобы они хотели, очень важно заразить смыслами. Именно поэтому лидер компании должен взращивать лидеров через смыслы. Сейчас век смыслов, это важно понять. Я вот нитью красной по всему нашему диалогу говорю о смыслах, потому что вроде бы система стоит, но за системой стоят смыслы. Ни одна система не работает без смыслов. Финансовая система, там банковская, еще какая-то там строительная система, все государственная система, все на смыслах, все люди во что-то верят. Вопрос веры людей. Вот. И люди вашей компании должны верить в вас, в ваши смыслы и сопоставлять свои смыслы с их смыслами. Тогда будет результат. Друзья, ну, я могу сказать одно, что вот этот вот необычный формат, который я сейчас тестирую на YouTube, это у нас и формат подкаста плюс влога, это про создание команд. Я безумно благодарен Артуру, что он привел на стратегическую сессию, потому что, ну, ваша компания как раз проводит стратегические сессии, это консалт по управлению. Да, мы устраиваем регулярный менеджмент, проводим стратегические сессии, внедряем наше УТП, что мы точно поможем внедрить. То есть мы создадим ту систему, в которой вы точно внедрите вашу стратегию. Ведь люди приходят не за стратегической сессией, а за то, чтобы их цели выполнились. Да, вот. Ну и, конечно же, параллельно обучаем руководителей, перспективных сотрудников, чтобы они становились сильнее. Кайф. Вот, ребят, если вам что-то подобное нужно, вы можете спокойно обращаться к Артуру, к его компании, потому что это, если что, не реклама, потому что мы с Артуром, как я сказал, знакомы уже три года, и я безумно благодарен, что так совпало, что ты там провел стратегическую сессию сам, и что мы... промежуточный результат, я считаю, мы получили прикольный, крутой, да. То есть мы получили книгу целей, готовых расти, я получил понимание, с кем я готов идти дальше, с кем потенциально там можно попрощаться, в кого я готов вкладываться, чтобы как раз идти дальше и тому подобное. Поэтому большое тебе спасибо. Супер, спасибо. Ребят, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что тут у нас уже формат в целом про бизнес, не только про маркетплейсы. Твоим ребятам мы тогда сделаем подарок 30 дней уроков по выстраиванию своей стратегии, начиная от того, что такое стратегия, как правильно, как подходить, какие инструменты, книгу целей эти они смогут там получить. Прикрепим ссылочку бота, они зайдут и 30 дней подряд будут учиться, поэтому я думаю твоим подписчикам мы бесплатно это сделаем. Кайф, большое спасибо. Ребят, кайфуйте просто от таких выпусков, потому что я заложил сюда историю нашей компании, заложил сюда и показал вам своих сотрудников, которых я обычно не показываю, не афиширую. Показал вам даже частичку нашей стратегии и наш командный дух. Ну, я думаю, что вы напитались, возможно, у кого еще нет крупной компании, большого количества сотрудников, вы напитались какой-то энергией и понимаете ценность команды. Артур, большое тебе еще раз спасибо. Я думаю, что можно заканчивать. Подписывайтесь на Артура, на наш канал, пишите комментарии и до встречи.